Сегодня простились с композитором Олегом Молчином. Автору духовного гимна Беларуси было 54. Творческая биография музыканта поистине плодотворна. Его произведения в репертуаре песняров чистого голоса Едвиги Поплавской и Ирины Бидовой. Обладатель медали Франциска Скорина, лауреат международных национальных музыкальных премий и конкурсов, продолжал работать над материалом, несмотря на многолетнюю борьбу с болезнью. О том, как провожали в последний путь композитора репортаж Инна Пелевич. Я хочу вам представить авторов композиции «Слово Скорыны» молодого белорусского композитора Олега Молчина. Такие моменты в его биографии скорее исключения. Как правило, на сцене он находился в тени главных солистов, хотя в их успехе и его заслуга. Олег Молчин заявил о себе как композитор, когда ему было слегка за 20. Молодого музыканта пригласил в государственный ансамбль песняры Владимир Мулявин. Я не могу сказать, что я такой артист, скажем. Я больше, как бы сказать, музыкант, музыкальный даже такой продюсер, можно даже сказать, или музыкальный. Я аранжировщик, композитор, пианист. То есть, в принципе, в этом отношении я как бы и не рвался никогда там на большую сцену, там, ну что мне, выкатить рояль вперед и сесть за него играть, собственно говоря. Коллективу, который тогда уже переживал расколы, Молчин, казалось, подарил второе дыхание. Вместе они записали программу «Франциск Скорина» молитву Стасю Куму. Мы потеряли очень талантливого, очень такого глубокого композитора нашего белорусского. Я бы его назвал без всяких сомнений нашим белорусским классиком. Музыка Молчина, она очень глубокая, она очень разносторонняя. Это была музыка для хора, это была музыка какие-то рок-баллады. Его произведения пришлись к репертуару многих отечественных артистов. Их исполняет Едвига Поплавская, Николай Скориков, вокальная группа «Чистый голос». Совсем другим, способным создавать легкие, порой даже клубные песни, он проявил себя с музой, супругой Ириной Видовой. Несмотря на многолетнюю борьбу с заболеванием, готовился к большому концерту в честь своего юбилея. 11 апреля ему бы исполнилось 55. Теперь это уже будет концерт памяти композитора. Свою последнюю песню он написал три недели назад. Он оставил мне еще несколько, ну так называемых, директив. То есть он набрасывал свои идеи музыкальные. Моя половинка уходит, но я остаюсь здесь для того, чтобы воплотить все, что мы задумали. С Олегом Молчаном прощались там, где он начинал свою музыкальную карьеру. Гражданская панихида проходила в Белгосфилармонии. На сцену композитору несли цветы родные, близкие, коллеги, артисты и просто почитатели его таланта. В последний путь музыканта по традиции провожали аплодисментами. Олег Молчан предан земле на восточном кладбище столицы. Рядом с Владимиром Мулявиным, первым исполнителем самой известной песни композитора «Молитвы», ставшей уже классикой и духовным гимном Беларуси. Зародный народ Беларуси Редактор субтитров А.Семкин